Всем привет! Рада видеть вас на канале. Сегодня я хочу затронуть тему, которая плохо освещена в учебниках, а именно, как понять по ЭКГ, что электроды наложены неправильно и такой ЭКГ интерпретировать нельзя. Ответ на ЭКГ из прошлого видео будет в конце. Итак, поехали! Перед вами кардиограмма. Как вы думаете, чем она отличается от нормальной? Свои варианты пишите в комментариях под этим видео. И давайте напрямую сравним эту ЭКГ с нормальной. Первое, что бросается в глаза, это комплексы в отведении 1, 2, АВР и АВЛ. Если мы посмотрим на соответствующие комплексы вот на этой ЭКГ, мы увидим, что отведение 1 как-то перевернуто. Отведение 2 тоже странное. Отрицательный комплекс КРС, отрицательный Т. Отведение АВР отличается. Здесь мы видим положительный П, положительный КРС, положительный Т. И отведение АВЛ здесь похоже на отведение АВР. И, как вы уже поняли, на этой ЭКГ неправильно наложены электроды. И давайте разбираться, что мы видим и почему это так. Наиболее часто встречается, что перепутаны электроды левой и правой руки. Для того, чтобы понять, что происходит, обратимся к треугольнику Эйдховена. Так выглядит треугольник Эйдховена при правильном наложении электродов. А вот так выглядит треугольник Эйдховена, если поменять местами электроды правой и левой руки. То есть, отведение АВР и АВЛ меняются местами, отведение 2 и 3 меняются местами, а отведение 1 переворачивается, то есть инвертируется. Мы помним, что в норме результирующий вектор направлен в сторону отрицательного электрода отведения АВР. Именно поэтому мы видим в отведении АВР отрицательный П, отрицательный комплекс QRS и отрицательный Т. Если поменять электроды АВЛ и АВР местами, как вот здесь изображено, то результирующий вектор будет направлен на отрицательный электрод отведения АВЛ. И мы уже в отведении, вот здесь АВР, и мы уже в отведении АВЛ увидим отрицательный П, отрицательный QRS и отрицательный Т. И напротив, в отведении АВР, П, QRS и Т будут положительными. Давайте вернемся к нашей кардиограмме. И уже на основе полученной информации снова ее проанализируем. Если мы посмотрим внимательно, то действительно отведение АВР и АВЛ поменялись местами. Мы видим типичный комплекс П, QRS, Т в отведении АВЛ, то есть отрицательный П, отрицательный QRS, отрицательный Т. И комплекс, который АВЛ в отведении АВР. Отведение 2 и 3 поменялись местами. Отведение 1 перевернуто. То есть, по идее, в отведении 1 мы должны были увидеть положительный П, положительный QRS и положительный Т. Особое внимание при анализе кардиограммы нужно уделять именно отведению АВР. Поэтому всегда, когда вы видите положительные П, QRS, Т в отведении АВР, нужно думать о неправильном наложении электродов от конечностей и перезаписать ЭКГ. Давайте теперь посмотрим на эту кардиограмму. Что вы здесь видите? На первый взгляд она очень похожа с той, что мы только что проанализировали. Положительный П, QRS, Т в отведении АВР, отрицательный в отведении АВЛ. Такое ощущение, что их поменяли местами. Можно сказать, что инвертированный комплекс в отведении 1. То есть, мы смело можем сказать, что на этой ЭКГ неправильно наложены электроды, а именно перепутанные электроды левой руки и правой руки. Но обратите внимание здесь на грудные отведения на зубец Р. Мы видим, что зубец Р от В1 к В6 не нарастает, а даже уменьшается. В норме зубец Э нарастает в грудных отведениях. Не буду вас томить, это ЭКГ при декстракардии. ЭКГ при декстракардии очень похоже на ЭКГ, когда неправильно наложены электроды. И единственное отличие это зубец Р в грудных отведениях. Если мы вернемся к нашей ЭКГ и посмотрим сюда на зубцы Р, то мы увидим, что зубец Р здесь нарастает и становится больше, в отличие от ЭКГ при декстракардии. Это важно помнить. Конечно, возможны и другие варианты неправильного наложения электродов. Всегда смотрим в отведение ВР. В большинстве случаев это помогает распознать неправильно наложенные электроды. Самое сложное, это если перепутанные электроды левой руки и левой ноги. Здесь отведение АВР не будет изменено и в целом ЭКГ может не вызвать никаких подозрений. Что же происходит? Отведение АВЛ и АВФ меняются местами, отведение 1 и 2 меняются местами, а отведение 3 становится перевернутая. Здесь я схематически изобразила, как будут выглядеть комплексы в случае, если неправильно будут наложены электроды левой руки и левой ноги. И неопытному человеку будет очень сложно понять, что здесь что-то не так. Единственное, что может натолкнуть на мысль, это комплекс в отведении 3. Он перевернутый. Мы видим здесь отрицательный П, отрицательный Т. И как мы помним, что П по идее должен быть во всех отведениях положительный, кроме АВР. Поэтому мой совет, если у вас возникли какие-то подозрения о правильности наложения электродов, всегда лучше переснять ЭКГ. Итак, ответ на ЭКГ из прошлого видео. Здесь ритм фибрилляции предсердий. Минимальное ЧСС 125 ударов в минуту. Максимальное 214 ударов в минуту. Визуально нормальное положение электрической оси сердца. Мы видим максимальный зубец R в отведении 2. Он больше, чем зубец R в отведении 1. Зубец R в отведении 1 больше, чем зубец R в отведении 3. Угол альфа здесь плюс 50 градусов. Пишите в комментариях, сошлись ли у вас ответы. Всем спасибо за просмотр. Поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч. Пока-пока!